Здесь собака всё-таки друг чек. Так что случилось с братьям мусульмане в Египте? Значит, братьям мусульмане, если угодно, братки мусульмане, судя по результатам правления годичного в Египте, потому что большего тяжёлого криминала даже придумать было нельзя, если уже салафитские журналисты называли их фашистами, додуматься надо было. В Саудовской газете, в Аш-Шар-Кауля-Усад, передовицы были, фашистская партия, братьям мусульмане, так им и надо, что их свергли. Потрясающе. Причём за язык никто не тянул, евреев там близко нет ни в каких, христиан нет, там одни арабы, одни салафиты. Чётко говорят, чего думают. Готов с ними согласиться. Выяснилось, что армия пришла к власти, нарушив вообще демократию страшно, свергла партию, пришедшую демократическим путём безобразие. Президент Обама был не просто против, несколько очень тяжёлых разговоров с министром обороны Ассеси с требованиями лучшего на сегодняшний день на планете лоббиста исламских радикалов президента Барака Хусейна Обамы, а он именно им и является. Нет лучшего просто проводника идеи, братья мусульмане, наше всё, чем Обама. Потрясающе. Духовный сын лидера братьев-мусульман шейха Иосефа Кардау и, между прочим, как сказал шеф Иосефа Кардау, которому надо верить. За 80 лет телепроповеднику и джихад он не только нам объявлял. Президент Америки требовал от Минобороны пальцем не трогать демократическую власть. А потом ему на стол, министру, положили список под аресты, и он обнаружил то ли в первой пятёрке фамилий, то ли в первой десятке фамилий себя, после чего судьба президента Мурси была решена. То есть, на самом деле, разъясняем для тех, кто ещё не понял, что могло быть, исламская революция в миллиметре иранского типа только в Египте, в стране, где сегодня 85 миллионов душ, в стране неизмеримо более близко к Европе, рядом Хамас, который сейчас покрывает военное крыло братьев-мусульман. Братьев-мусульман запретили. Это означает гражданскую войну алжирского типа, безусловно. Потому что ни Турция, ни Катар, ни Ливия, ни Судан с этим не смирятся. Для них это плохой званок. Для Турции это просто прозвучало как пощёчина. В Турции партия фактически братьев-мусульман, партия справедливости и развития, это она. И политическое крыло братьев-мусульман в Египте же назвало себя так же. Хотя у них там другая тактика. Они террористы и политикой развлекаются в свободное от боевых операций время. Их же не зря запретили в 54-м году после покушения на Насар. А с тех пор они были в подполье и устраивали мощные теракты вместе с Джамал Исламия, с другими группировками. А в Турции все пришли к власти мирным парламентским путём, никакого террора. Правда, пожизненные начали давать генералам. Тяжёлые процессы, идущие до сих пор. Армия деморализована. Светский истеблишмент вышел на улицы. У них лидеров нет, но волнения, которые сейчас идут в Турции, они же продолжаются, волнения против попыток Эрдогана исламизировать страну. Понятно, что гражданская война в Египте будет инспирирована. И в тот момент, как у Катара будет посвободнее с деньгами и террористами, сейчас пока на Сирийском фронте проблема, очень занятий много разных, важных. Саудовская Аравия так не любит Катар, что она приветствовала свержение братьев-мусульман, понимая, что когда и если генералы провалятся, ну, вот тут-то салафиты из тылов и выйдут. То есть, не всегда же вас поддерживают те, кто вам друг. А иногда почему бы нет? А давайте вот вы провалитесь, и тут-то мы вас перережем. Но перережем уже мы. Замечательная ситуация, и тем не менее, египтяне на это пошли. Потому что, да, с демократической точки зрения нехорошо. Только демократия там не работает. Один человек, один голос означает, что к власти приходят неизбежные исламисты. Глубинка, темная глубинка Филлахи, городской Люмпин проголосует в любой стране этого региона за радикалов. После этого будет, как говорили политологи, поумнее, это будет один человек, один голос, один раз. Как вот Гитлер пришел к власти в Германии, если бы его не выбили. Вопреки, кстати, демократии из Рейхстага и из Рейхсканцелярии, так и до сих пор там был фашизм. Продолжение следует...